Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы представим вам к обзору прицеп хобби Deluxe Easy. Это 2005 год, полноценное четырехместное размещение. Прицеп к нам прибыл только сегодня из Голландии. Прицеп от собственника, практически идеальный сохран. Все как, скажем так, вы любите в плане вот этих вот классических хоббиков. Итак, это 2005 год. Замечательная комплектация с мувером, с полноценной палаткой, с лестницей наверх, штанги для крепления различных грузов. В задней части прицепа идет крепление для велосипеда, в передней части для двух велосипедов. Ну, какие-то велобайкеры, судя по всему, использовали. И, повторюсь, прекрасный сохран у прицепа как снаружи, так и снутри, без посторонних запахов. Великолепный, просто замечательный клиренс. Опять за нашим супервнедорожником прицеп стоит ровно. Напоминаю, что высота головки тягово-сцепного устройства в идеальном раскладе это 45 плюс-минус 5 сантиметров от земли. Шар обыкновенный, 50-й. Ничего для этих прицепов не нужно. Нового, сурового и так далее. То есть, это классическая сцепка. Здесь у нас идет 13-ти пиновый разъем Winterhoffs головка ВС-3000. Опорное колесо, тормоз накатного типа. В передней части, как я уже сказал, крепление для двух велосипедов. Багажник содержит в себе место для двух газовых баллонов, плюс встроенная газовая лягушка. Она же газовый редуктор, как угодно это можно назвать. Не знаю, насколько актуально наличие такого количества велокреплений. Ну, наверное, переднее я бы, может, все-таки демонтировал. Вот, прицепы не тяжелые, поэтому не перегрузят хвост. Ну и, соответственно, будет более лучший доступ к багажнику. Пока это надо откручивать шестигранниками. Не хочу сейчас портить общую картинку, поэтому просто пока вам рассказываю так, как есть. Тент-палатка имеет место быть со стороны от входа. Специальные закладные для этого есть расширители. Палатка находится в прицепе, она полностью комплектная. Сзади, справа, по ходу движения расположился санузел. Здесь у нас кассета со своим бачком. Холодильник Дометик. Нижняя решетка для доступа к газовой форсунке. Верхняя решетка для доступа к выхлопу и визуальному контролю, состоянию трубок и электрической части холодильника. Прицеп оснащен своим собственным запасом воды. Фиамовская канистра. Опять же, все по классике, ничего нового. Но просто даже, я говорю, посмотрите на этот сохран, на эти всяческие огонечки, закрылки, подкрылки, все как угодно. Конечно, резина не бывает плохой. Почему? Потому что прицеп приехал оттуда, где есть замечательный техосмотр, а не бутафория, скажем так. Опять же, информация к тому, сколько качать. Прицеп должен работать на резино-жгуте, а не на профиле шины. Мувер. Смотрите, тоже его великолепнейшее состояние. Ролики практически новые. Когда есть мувер, сразу же возникает вопрос, как это все работает. Ну и на него автоматический ответ тех, кто в теме. Значит, в данном прицепе есть еще 12-вольтовое оборудование. Так, ну, низы, пожалуйста, вот они в таком состоянии, как должны быть. То есть, алюминиевая планка со стороны обратной отхода, слева по ходу движения. Она является просто элементом декора, в котором спрятано все крепление стены, потолка, передней и задней панели прицепа. Конечно же, все вот эти вот габаритные огонечки можно было бы поменять на диодные. Единственный такой момент, который я лично сам поймал зимой при буксировке прицепа. Это был обыкновенный прицеп для легкового автомобиля. И когда у меня были галогеновые обыкновенные лампы, я в зеркало заднего вида зимой спокойно, ну, не то что контролировал, а боковым зрением его видел. Когда поставил диодный, диодный свет холодный, в передней части именно, они моментально залепились кашей и снегом от моего тягача. И уже даже какой-то момент поймал себя на мысли, что где-то там прицеп потерял, потому что его сразу становится не видно. То есть, возможно, передние как бы и нет смысла менять на вот такие вот галогенки, а всякие боковые, задние уже на диоды, они яркие и, скажем так, тепла для них нет необходимости. Ну, опять же, это такой мой опыт. Палатка полноценная, все она с боковыми стеночками, все как должно быть, все как положено. Рукав раздува, отопление мы можем увидеть, электричество, вход и здесь у нас масса, масса мувера. То есть, специальный ключ для этого, он в комплекте и пульт для того, чтобы пользоваться уже на каких-то стоянках этим мувером. Ну, здесь то же самое, вот такая закладная антидождь, она, видите, тоже вот с таким вот желобом, чтобы не текло ничего на окна, не текло и не в коем случае не забивало вот здесь вот все всяческими листьями при нахождении в каких-то там лесных кемпингах и так далее. Все это, на самом деле, несмотря на возраст прицепа 2005 год, люди давным-давно уже знали и понимали, как это должно все выглядеть. Ну и плюс всякие вот эти лесенки наверх, то есть, помыть прицеп сверху, закрепить что-то, но никакой сложности не представляет. Прекрасный прицеп, повторюсь, сохранка просто на редкость радует. Радует. Даже относительно внутри вот эти двери, они очень часто желтеют от времени здесь. Вы можете заметить, что кто-то относился к этому прицепу очень, скажем так, аккуратно и по-свойски. Ну вот, посмотрите, опять же, есть какой-то в галогене в теплом свете свой шарм в рамках именно теплоты. Но сейчас есть они и диодики уже такие, которые горят желтым. Опять же, это все в концепции просто экономии автономного электричества, ни больше, ни меньше. В передней части прицепа и в передней части салона находится вот такой вот диван. При необходимости он трансформируется в спальную кровать, стол опускается вниз. Есть доборная вот такая вот еще подушка и здесь получается полноценное место. Для телевизора место вот такой потолочный карниз для того, чтобы закрыть спальную зону от, скажем там, людей, которые захотят перекусить в зоне обеденной, приготовить что-то. Опять же, вот они, стенки, вот они, стыки. Они просто идеальные. Вот кому нравится эта классика, кому нравится, ну, я не знаю даже, как выразиться, скорее, кому нравится старая дача, вот она со своим шармом, со своим великолепием. Ну и опять же, со своим, в данном случае, со своим техническим состоянием. Пульт от мувера, плюс всяческие, куча всяческих макулатур в плане обслуживания. Вот как раз Easy Driver Pro это история про мувер. Насчет электричества и освещения я уже сказал свое мнение. Поставил бы все на диоды, тем более вот такие вот вставочки точечные, они светили бы ярче. Может быть, немножечко просто поиграться с цветом. Сохранка вот такой вот с мевской панели и раковина, ну, просто, просто прекрасная. Баллон, кстати, какой-то есть, можно было бы попробовать, но это уже при покупателях. Дометик, работа от электричества, газа, 12 вольт при условии наличия подключения по 13-ти к новому разъему. Здесь тест-бака, здесь что это за лапки нарисовано, это отопление, вероятнее всего, освещение в различных точках. Место для хранения уже сухой посуды. Здесь тоже, кстати, так, это может быть бутафорией. Аккуратно, не буду ломать. А, это бутафория, потому что здесь у нас стоит раковина, все правильно. Здесь вот они, такие сетки, тоже никакой ржавчины, никаких следов таких засоленных частей. У прицепа отопления трума, бойлер электрический трума находится под задним диваном, пятилитровый проточник. Не забываем, что нужно его обязательно сливать на зиму, чтобы не было мучительно больно. Хотя эти корпуса уже продаются и так далее. Вот там вот, вот эти два рожочка, это как раз и есть слив на зимнее хранение. Под этим диваном блок-модуль входящего электричества, вот он находится. Ну и вот как раз концы от, не концы, а, скажем так, масса от мувера. Вещевой шкаф, ну и, конечно же, комбинированный санузел, пластиковый поддон, электрический, механический полностью унитаз и откидная раковина для умывания. Все это очень гиперкомпактно, как в принципе и размеры прицепа и снаружи, и внутри. Но я не знаю, насколько, конечно, актуально наличие четырех мест. Здесь я бы сказал, что это мега комфортный дом для препровождения вдвоем, край втроем. Все-таки, если выезжаешь на природу с такой игрушкой, при наличии палатки, наличии рукавов раздува, я бы, наверное, уже спал бы и в палатке отдыхал. Итак, хобби Deluxe Easy 2005 год. Цена актуальная всегда указана на сайте авточвестпсков.ру. Все это дублируется в инстаграме у Юрия, также авточвестпсков. Ну и, конечно, наш канал на ютубе, где мы рассказываем вам о караванах. Благодарю вас за обратную связь. До новых обзоров и встреч у нас на площадке. Субтитры создавал DimaTorzok